Леонид Иович Гайдай пригласил меня на пробы кавказской пленницы после серии кавказских ролей, которые я сыграл в нашем кинематографе. Последняя роль – это была полковник Калоев, председатель. И когда я получил предложение от Леонид Иовича, то я внутренне как-то не был доволен. И когда я попробовался, он мне предложил сценарий, хотите сниматься? Я говорю, вы знаете что, сценарий мне не надо, вы меня утвердите. А тогда, значит, мы поговорим. Потому что у меня был такой случай, что один режиссер так посмотрел, и говорит, ну что мне вас пробовать? Будем снимать. Только, пожалуйста, прочитайте, вот исторический фильм был, несколько книг, чтобы подготовиться к съемке. Я прочитал эти книги, а он снимал другого. Ну и поэтому с Леонидом Иовичем я вот так вот, значит, поговорил серьезно. Утвердите и будем. И, в общем, нехотя принялся за эту роль, которая мне принесла главный, ну, славу даже, можно сказать. Потому что куда ни поехать, куда ни пойти, везде Саахова знает. И встречает, соответственно. Я нигде не встречал недоброжелательного отношения. Потому что, очевидно, найден был такой консенсус, что ли, если можно выразиться, что каждый считал, что я играю не армянина, а грузина, а грузин считал, что играю азербайджанца. И они довольны были, что я высмею их, в общем, ну, соседи, но, тем не менее, всегда какие-то соревновательные взаимоотношения там были. И таким образом я был принят всеми всегда хорошо. Большая проблема была, заключалась в том, как это играть. Потому что я попадал в среду чрезвычайно известных комиков. Витсена, Маркунова и Никулина. И тем же приемом это делать, я понимал, что я пропаду. Я долго думал, решил, что я должен играть. Все у меня данные были. Внешне я подходил. Акценты все эти самые я знал. Повадки тоже знал. Я и воевал в частях, которые формировались на Кавказе, так что я их всех знаю. Про какого-то у меня с Баку были связи. Ну, короче говоря, я все это знал. И я понял, что я должен играть совершенно реалистично. Можно кривляться, сколько, 20 баранов, там, столько. Ну, как-то можно-то. Я говорю, это очень просто. 20 баранов. Холодой не прозвольный. То есть я понимал, что за мной сила. Что я хозяин всего этого имущества. И мне, он должен был. Нет, там, то, все, пятое, десятое, как-то тут. А я думал, спокойно все делать. И именно вот это спокойствие, а спокойствие – это уверенность. Я в результате победил. Леонид Тович все время владелось не смешно. А он трюковой режиссер. Он привык, что через каждые 5 минут должен быть гэк. И стоял со мной с этим самым, как это называется, секундомером. Смотрел, сколько прошло времени. И не смешно. И нервничал очень. Я говорю, Леонид Тович, смешно должно быть в результате. Когда в результате? После картины. Я говорю, нет. В результате логики сцены. Ну, вот так. Потом мы очень подружились с ним. И сейчас я с семьей его дружу. Вот так мы и сняли эту картину. Предлагал мне роли во всех картинах, которые он затевал. Следующая была Иван Васильевич. Да, я там играл. В шпаках. В шпаках, да. Ну, там это просто жулик. Жулик, аферист. Он зубной врач. Ну, а зубные врачи там, ведь они... Хочу обидеть всех зубных врачей. Но все-таки там есть возможности какой-то... Какого-то мухляжа. С золотом там. Со всеми такими вот... Они, как правило, искупщики. Они там... В общем, я играл в самого скверного зубного врача. Собака с милицией обещала прийти. Я искал вообще как, так сказать... Я решил, что он из каких-то южных. Ну, не хочу говорить сейчас такие взаимоотношения, что я не хочу сказать там... Назвать сторону, которую я имел в виду. Но из южных. И поэтому акцент немножечко южный должен был быть. Это дает какой-то... Он не закрытый человек. Он открытый человек. Это дает экспансию. Южный народ всегда экспансивный. Но экспансия, она всегда, так сказать, может вылиться в какие угодно формы. Когда там он... Он говорит, не хулиганте! И он тоже отстаивает свои права. Он считает себя полноценным вот... Жителем этого самого. Потом он говорит, что там вы это никому не скажете. Я говорю, что вы, что вы, что вы, что вы. И тянусь к трубке. Звоню в милицию. Комедию нельзя играть тяжело. Нельзя. Комедию надо играть полупроимпровизационно. Тогда получается вот эта легкость. А если вот так все задолбить и потом вот так вот... Это не комедия. Это будет ужас. Субтитры создавал DimaTorzok